Эксес начали с видения создания компании, которая станет провайдером номер один в сфере интернет-рекламы, интернет-экспресс для малого бизнеса по всему миру. Это девиз компании. На каждой презентации мы всегда говорим об этом. Благодаря усилиям всех консультантов Эксес Маркетинг, мы на пути к воплощению этой мечты в реальность. С переходом компании в роль технологической сбытовой компании в последующие несколько недель и месяцев вы увидите очень важные изменения и улучшения. То есть группа программистов работает над новыми продуктами и мы надеемся, что скоро мы увидим результаты этих трудов. Требования к рекламе входят в силу с 1 августа 2014 года. Консультанты и рекламодатели будут иметь необходимость иметь как минимум одну активную рекламу на платформе FU для квалификации на получение FU IPM. Еще раз внимательно. Мы должны с вами в разделе размещения рекламы на ротаторе разместить как минимум один сайт, выставить определенное количество кредитов для того, чтобы мы с вами получали IPM. То есть это становится условием получения долевого участия, участия в долевом участии компании, которая называется IPM. Одну активную рекламу мы должны с вами разместить и она должна постоянно присутствовать на нашем ротаторе. Если вы этого не сделаете, вы не получите IPM. Новые рекламодатели будут иметь 30 дней с момента начала работы для установки как минимум одной рекламы для продолжения получения IPM. Вы можете установить свою рекламу или установить рекламу своих клиентов. То есть либо свой сайт, либо любой другой. Все консультанты будут иметь 30 дней от 1 августа для установки как минимум одной рекламы для продолжения получения IPM. Если вы сможете установить свою рекламу или установить рекламу своих клиентов. То есть начиная с 1 августа даже у нас есть еще 30 дней для того, чтобы разместить одну рекламу. Как это сделать, если вы зайдете на главную страничку и прочитаете эти новости, там есть ссылка, как это сделать, если у кого-то есть проблемы. Если кто-то был на, то есть мы везде во всех чатах, мы сбрасывали последние занятия Семена, в котором Семен рассказывал, как очень просто построить сайт. Это тоже одно из важных условий на сегодняшний день. Компания создала очень простой конструктор и, конечно, мы должны все это освоить, сложного ничего здесь нет и разместить наши сайты как минимум один сайт до конца августа. Так что время у всех есть, но не нужно оставлять этот вопрос на последний день. Бонусы программы S.E.U. вступают в силу с 1 июля 2014 года. Что компания говорит, что мы останавливаем бонус программу loyalty bonus ipoints. Если помните, нам добавлялось 1000 ipoints постоянно при определенном количестве при покупке. Но вы знаете, когда-то все бонусы заканчиваются и компания не может бесконечно делать промоушен. То есть, например, промоушен имеет определенное ограничение временное. Вот на сегодняшний день компания считает, что она достаточно сделала промоушенов. Эти промоушены были на протяжении всех 6 лет. И, конечно, кто воспользовался, кто раньше зашел, те, конечно, получали loyalty bonus. Я знаю, что в нашей структуре, в нашей команде есть партнеры, которые получали loyalty bonus за не каждую неделю, каждые две недели, получали дополнительно 1000 ipoints. Просто в подарок. А мы с вами прекрасно знаем, что, поскольку мы участвуем каждый день в распределении долевого участия, то, конечно, каждая 1000 ipoints приносит определенный прибыль. Поэтому это, конечно, очень хорошо было. Но на сегодняшний день этого мы. Следующий момент. Компания говорит, что мы останавливаем вынуть в выплату бонусных ipredit за просмотр рекламы. Если помните, мы можем посмотреть максимально 100 сайтов на ротаторе, получали 100 кредитов и 100 бонусных кредитов. Значит, сейчас можем зарабатывать только 100 кредитов максимально за просмотр сайтов. Промо по продаже корпоративного и президентского бизнес-пакетов заканчивается. Мы более не будем предлагать корпоративный и президентский бизнес-пакетов за 5 и 10 тысяч долларов. Директорский бизнес-пакет 2 тысячи долларов останется доступным. Конечно, мы всегда говорили о том, что пока есть 5 и 10 тысяч долларов, нужно заходить. Очень многие китайские партнеры воспользовались этой возможностью. Точно так же, как и русские партнеры, русскоязычные партнеры. Почему это было выгодно? Очень просто. Мы с вами помним, что, скажем так, я задам вопрос, а вы 5 секунд подумайте, а я потом на него отвечу. На какой пакет выгоднее заходить? На 2 тысячи долларов, на 5 тысяч или на 10 тысяч долларов? Конечно, выгодно было заходить на самый большой пакет, на 10 тысяч долларов. Почему? Потому что в процессе выплаты денег по айпоинтам мы с вами получаем айпэмент на все айпоинты, которые у нас работают. Поэтому, чем больше сумма, чем на большую сумму мы заходим, чем больше у нас основных айпоинтов, одной суммы, и чем больше у нас дополнительных бонусных айпоинтов, тем, конечно, мы с вами дольше получаем гораздо больше денег. Почему? Потому что айпоинты выливаются общей суммой. И поэтому, конечно, выгодно было заходить на большие деньги, что я, в общем-то, и делал. В свое время продюблицировал у Семена, зашел на 5 тысяч долларов. Почему, конечно, это более выгодно? И, конечно, все, кто это сделали, никто об этом не пожалел, все всегда зарабатывали больше. Но сейчас мы видим с вами, что компания говорит, что сколько можно давать бонуса, когда-то нужно переходить на нормальную работу. Поэтому, если мы сегодня говорим, на какой пакет лучше заходить, на 500 долларов, на 1000, на полторы или на 2, то, конечно, лучше зайти одной суммой на 2 тысячи долларов. И об этом нужно говорить вашим потенциальным партнерам, которые сегодня думают, заходить или нет. Им нужно стесняться и бояться называть эти суммы, потому что им это более выгодно. Еще раз напомню вам, что айпоинты выливаются одной суммой, а пока они не выливаются, вы получаете на общую сумму ваших айпоинтов. Поэтому, конечно, если сегодня максимально можно зайти на 2 тысячи долларов, то, конечно, нужно использовать эту возможность. Точно так же и для всех партнеров, которые хотят докупить пакеты, конечно же, спокойно подумайте. Если у кого-то есть возможность, то лучше, конечно, купить дополнительный пакет за 2 тысячи долларов. Давайте посмотрим на новую программу айпурчев, которая вступает с 1 августа 2014 года. Осталось всего лишь 7 дней, поэтому она очень важна и давайте ее проговорим. Для квалификации на получение бонусов от продаж вашей команды необходимо не в PSV в этот день. Вы можете достичь требований по объему в PSV 3-мя способами. Что такое PSV? PSV это айпурчев или покупка, как мы ее называем. То есть личные продажи, как называется эта компания, мы бы сказали, что это наши личные покупки. Но компания называет это личные продажи, потому что предполагает, что мы с вами покупаем либо для себя, либо на продаже. Поэтому всегда вот эти термины немножко может кому-то непонятны. Что такое PSV? PSV это персональные валюмы наши. Персональные закупки. Как мы можем их сделать? Мы можем сделать либо путем розничной продажи, например, с вашего сайта, кто-то купил рекламу. Можем сделать покупку продукта вручную для своего использования или для перепродажи в нашем бек-офисе за день купить продукт. Или, сделав покупку продукта, используя опцию автоматической покупки. То есть выставляем птичку и автоматически делаем репокупку. Так вот, новая программа iPurchase, которая вступает с 1 августа, предполагает минимальный объем личных продаж, который варьируется в зависимости от вашего уровня по компенсационному плану. Для консультанта репокупка минимум 2 доллара, для голда 3, для платины 5, для даймонда 10, для голубого даймонда 20 и для черного даймонда 50 долларов. Для квалификации на получение бонусов от продажи вашей команды необходимо иметь PSV в этот день. Что это значит? Это значит, что если вы сделаете меньшую репокупку, чем суммы, соответствующие каждому статусу, то вы не получите бонусы от вашей команды. Напомню вам еще раз, что iPayments мы получаем с вами от просмотра 24 сайта. Если вы просмотрите 24 сайта, вы имеете возможность получить iPayments. А для того, чтобы получать бонусы от вашей команды, мы должны с вами иметь PSV ежедневно. И мы видим с вами 2, 3, 5, 10, 20, 50 долларов. Что здесь важно учитывать, пока не забыл. Следите, пожалуйста, за тем, на каком статусе сегодня вы находитесь. Иногда бывает так, что в какой-то момент вы можете понизиться в статусе на один день, на два дня, может быть на час, может быть на два часа. Поэтому старайтесь каждый день следить за тем, какой у вас статус на сегодняшний день, чтобы сделать правильную репокупку. Чтобы сделать правильную репокупку. В новой версии с 1 августа у нас будет новая система, которая поможет более удобно отслеживать ваш статус и делать правильную репокупку. Ну что можно сказать? Я всегда спрашиваю, плохо это или хорошо? То, что компания вводит или новости какие-то. С одной стороны, кто-то скажет, ну плохо, мы уже привыкли так. Вот поставили птичку 50% и все на автопилоте происходит. Я с вами абсолютно согласен. Это было очень удобно, просто в птичке вообще не заглядываешь и ничего не делаешь. С другой стороны, для кого-то это может быть более выгодно, кто-то будет меньше платить. Для кого-то это более выгодно, потому что он будет немножко больше платить, в смысле делать закупку. Почему это выгодно? То есть где логика? По поводу iPort сейчас мы с вами поговорим на другом слайде. Но я вам скажу, что глобально, конечно же, по всей системе и логике того, как компания предлагает нам сотрудничество, конечно же iPort сейчас занимает очень важную роль. Об этом мы еще поговорим. Но самое главное, что это очень выгодно. Потому что всегда, если коротко, это всегда, когда мы делаем с вами покупку, мы, во-первых, покупаем рекламу, покупаем кредиты и всегда получаем iPoint. А если получаем iPoint, значит мы каждый раз увеличиваем наше долговое участие. Вот это мы еще будем говорить. С другой стороны, плохо это или хорошо, компания это вводит, и мы должны с вами подстраиваться под новую систему. И сразу хочу сказать здесь, что если кто-то переживает, из каких денег он будет делать репокупку, то, конечно, самая главная мотивация, мы еще будем с вами об этом говорить сегодня, самая главная мотивация заключается в том, что мы должны строить команду. Если у вас есть команда, у вас никогда не будет проблем с репокупкой, потому что вы получаете достаточно денег. Хорошо, мы еще с вами к этому вернемся. А пока давайте просто примем к сведению то, что компания делает с 1 августа. Поэтому просто отметьте себе, запишите себе, прочитайте еще раз на главной странице в Бек-Офисе или просмотрите нашу сегодняшнюю встречу в записи. Но лучше сразу запишите себе, что с 1 августа вы должны каждый день заходить в Бек-Офисе и смотреть, какую репокупку вы должны сделать. Возможно, будет автоматическая опция. Если вы получаете достаточно денег, то возможно, что можно на автокуплоке все это и в дальнейшем делать. С другой стороны, чем больше мы заходим в Бек-Офис, тем больше трафик мы делаем в компании, тем она продвигается в мировом рейтинге. Поэтому, в общем-то, тоже не страшно, если мы зайдем на одну минуту каждый день дополнительно. И давайте посмотрим на новое ограничение балансов iCredit, которые тоже вступают с 1 августа 2014 года. Ограничение основано на вашем собственном использовании рекламы и минимальном количестве личных клиентов, основанном на вашем уровне по компенсационному плану. То есть теперь мы должны с вами на нашем балансе iCredit иметь определенное количество кредитов и не больше. Если вы превысите количество допустимых iCredit на вашем балансе, то вы не сможете сделать iPurchase. А если вы не сможете сделать iPurchase, то вы не сможете получить комиссионные от вашей команды. Поэтому для консультанта 10 тысяч кредитов максимально можете иметь на балансе. Для Gold 25, для Platinum 50 тысяч, для Diamond 100 тысяч, для Black Diamond 150, и для Black Diamond 250 тысяч кредитов. Ну что можно сказать по этому поводу? Конечно, друзья, по этому поводу нужно сказать, что почему компания вводит именно так? Потому что очень большое количество кредитов сегодня находится на руках, и, конечно, мы должны их как-то использовать. И пока я не забыл, скажу сразу, как добиться того, чтобы и волки, и волки, и волки, и волки, и волки, и овцы. Чтобы ваше количество кредитов не использовать непонятно на что, а чтобы они остались у вас. Значит, что мы должны с вами сделать в этой ситуации? Я прекрасно понимаю, что у многих, может быть, миллионы кредитов сегодня. Вот именно с этим компания в какой-то степени пытается бороться. Потому что кредиты – это продукт, который был куплен, а продукт должен быть использован, продукт должен потребляться. Многие партнеры их просто накапливают, может, на будущее, может, потому что сайты не сделали, может, потому что компания уже давно не требовала размещения сайтов, и так далее. Поэтому, что мы должны с вами сегодня сделать? Мы должны разместить на платформе AdView, на платформе Ротатора, разместить либо ваш собственный сайт, либо три сайта, если у вас таковые есть, либо разместить любые другие сайты, либо ваших клиентов, или вообще совершенно посторонние сайты ваших знакомых, может быть, друзей, которые хотели бы продвигать свои сайты, может быть, сайты друг друга даже, в команде, и перенести наш, ваш бюджет кредитов на эти сайты максимально, чтобы у вас осталось как можно меньше кредитов на балансе. То есть просто положить их туда и выставить определенное количество кредитов на раскрутки. Таким образом, вы с вашего основного баланса кредитов убираете очень быстро, то есть не нужно их отдавать непонятно кому и непонятно куда. То есть ваши кредиты сохраняются. Таким образом, вы просто переносите ваш бюджет из главного баланса, переносите на AdView, там, где Ротатор, любое количество кредитов, выставляете там ставку кредитов ежедневно и ваши кредиты в сохранности лежат на AdView платформе. Если вы, например, нашли покупателя, вы переводите кредиты на ваш баланс назад и продаете их, если кто-то занимается продажами. Я знаю, что такие люди есть и работают очень успешно. Они, правда, никому об этом не рассказывают, но очень довольны, имеют клиентов обслуживать, плюс еще хостер, плюс еще конструктор сайтов и так далее. То есть очень многие люди зарабатывают секса очень хорошо. Те люди, которые хотят этим заниматься. Поэтому, еще раз, вы взяли ваши кредиты, перенесли на, например, 10 сайтов по 300 тысяч кредитов на одну компанию. Сейчас на следующем слайде я покажу. Это 3 миллиона кредитов вы легко перенесли на 10 сайтов. Разместили какое-то количество кредитов ежедневно. Если вам понадобятся кредиты для другого сайта, вы просто отменяете рекламную компанию того сайта, кредиты переходят на основной баланс, и вы создаете новую рекламную компанию. Таким образом, страшного в этом пункте ничего нет. Для тех, кто, может быть, не понял, о чем идет речь, кто там, может, начал паниковать, и говорит, а куда же я дену, у меня миллион кредитов, и куда я должен этот миллион кредитов деть. Потому что кредиты – это деньги. Что такое кредиты? Кредиты – это деньги. То есть мы с вами расплачиваемся за рекламу не деньгами, а нашими кредитами. И поэтому, конечно, это очень и очень важно для тех, у кого есть миллионы кредитов. Вы просто вы владеете огромным потенциалом, а каждый кредит – это деньги. Поэтому с 1 августа мы должны с вами наш баланс кредитов перенести на бюджет кредита. На AdView программу, на Ротатор. Понятно, да? Хорошо, пойдемте дальше. Установка бюджета AdView. Далее приведены рекомендуемые настройки бюджета, которые помогут сделать вашу компанию более успешной. Максимальный бюджет для одной компании, для одного сайта – 300 тысяч кредитов. Минимальный ежедневный расход, будьте внимательны, 25 ай-кредитов. Максимальный ежедневный расход – 25 ай-кредитов. Минимальный ежедневный расход – 25 ай-кредитов. Это значит, что меньше, чем 25 ай-кредитов на одну компанию вы не можете поставить. То есть вы должны ставить минимум 25. Минимальная ставка за показ – от 1 до 50 кредитов. Минимальная – 1, максимальная – 50. Ну, конечно, 50 для тех, кто хочет очень быстро. И чтобы ваш сайт всегда показывался в первых рядах, то, конечно, компания сделала такую своего рода конкуренцию. Каждый может поставить либо один кредит, либо больше. Мы знаем, что на сегодняшний день ставка была 8 кредитов. Это такая оптимальная ставка для расходки сайтов. Но если вы поставите один кредит, это тоже неплохо. В конечном итоге ваш сайт покажет, особенно там, где уже много партнеров. Мы с вами знаем, что у нас уже много здесь дел. Особенно, конечно, в России, в Москве и в других странах мира. Необходимо иметь как минимум одну активную рекламу на платформе FU для квалификации на получение FU iPain. То есть компания ввела, ну, это, в общем-то, было всегда. Просмотры власти четырех сайтов и одна активная реклама. Просто в качестве промоушена очень долго компания этого не сделала. Но поскольку сегодня нам нет один трафик, наша компания делает, в общем-то, все правильно и говорит нам, чтобы мы расходовали кредиты и использовали наш ротатор для продвижения сайта. Если мы все правильно делаем, то мы с вами на рекламе еще и зарабатываем. Хорошо, кто-то скажет, ну, так аж в чем же смысл нового введения компании? Для чего она это делает? Я очень внимательно прочитал текст, который вам вот сейчас рассказываю. И я делаю такой вывод, что цель компании заключается в том, чтобы увеличить трафик, чтобы было как можно больше размещений, как можно большего количества сайтов на нашем ротаторе. Чем больше сайтов будет на нашем ротаторе, тем больше трафик, тем в мировом рейтинге мы с вами продвигаемся, то есть наша компания продвигается, а значит появляются новые рекламодатели, а значит глобально весь мир видит, что мы находимся в первых рядах, и значит нам будет еще больше внимания, а значит будет приходить еще большее количество партнеров и клиентов. Это точно так же, как в Google. То есть в Google понадобилось примерно 10 лет для того, чтобы достать тем, кем они стали. Мы с вами сегодня находимся где-то на половине этого пути, 5-6 год развития компании. Каждый день, кстати, сайт компании продвигается в мировом рейтинге, и конечно с каждым годом, с каждым месяцем и с каждым годом мы продвигаемся, и когда мы будем там впереди, скажем так, 100 лучших сайтов, потом 50, потом десятка самых продвинутых сайтов, то конечно и предложения будут уже совершенно другие, могут быть и сладчики другие, может быть. То есть будут очень интересные вещи происходить, и конечно это выход на биржу, и все, что с этим связано. Поэтому компания старается увеличить трафик, и поэтому вводит эти простые нововведения, которые мы с вами должны просто выполнять. Следующая цель компании, это повысить ценность нашего кредита. Ценность нашего кредита. Мы с вами уже говорили по поводу кредитов, что, во-первых, мы можем с вами кредиты не только покупать, но мы можем зарабатывать. В этом заключается основное отличие в компании «Эксес» от всего, что предлагается на мировом рынке. И поэтому еще раз напомню вам, что поскольку накопилось большое количество кредитов на балансах, то конечно компания предлагает меры, то есть она предлагает какие-то усилия для того, чтобы эти кредиты были потрачены. То есть это совершенно нормальное желание. Чем больше кредитов, тем опять же, чем больше кредитов будет потрачено, тем опять же больше трафик мы с вами создадим. Чем больше трафик, тем глобально больше будет денег. И потратить это деньги. Ну и конечно, я вам хочу сказать, что многие до конца не понимают, каким потенциалом и такими деньгами они обладают на сегодняшний день, потому что каждый кредит это деньги. Еще раз напомню вам. Если стоимость показа у нас с вами мы видим от 50 центов и выше, то конечно, если у вас миллион кредитов, или два, или три, или четыре миллиона, или пять миллионов кредитов у кого-то, то конечно, кто-то владеет рекламой сегодня на сто, двести, триста тысяч долларов, кто-то владеет на миллион долларов рекламным пространством, то есть за какое-то время люди заработали, получили в подарок, бонусные кредиты, кредиты от команды, в свое время компания давала больше кредитов, то есть у многих рекламы сегодня на полмиллиона, на миллион долларов для тех, кто за два, три, четыре, пять лет. Поэтому, конечно, что-то с этими кредитами нужно делать. Напомню вам еще раз, что кредиты это деньги. Кредиты это деньги. Хочу еще напомнить вам, что по поводу трафика и по поводу кредита, что все-таки Эксос это не инвестиционная компания, как некоторые заблуждаются. Многие приходят в компанию и думают, что они вот только потому, что они, то есть они даже не понимают, что они купили рекламу, что они положили деньги, поэтому они должны стать миллионерами или зарабатывать два-три-четыре-десята больше, чем они положили деньги. Я напомню вам, что Эксос это МЛМ-компания, а любая сетевая компания предполагает приглашение других партнеров. Следующий момент, это повысить ценность репокупки. Повысить ценность репокупки. Сейчас мы еще раз по поводу репокупки поговорим на другом слайде. Также это мотивация для построения структуры и увеличение продаж рекламных услуг. Напомню вам еще, что Эксос это рекламная компания, главная цель это увеличение продажи рекламных услуг, то есть наших рекламных пакетов, а это и кредиты, это и айпоинты, это и долевое участие, это и участие в акционировании и так далее, и так далее. В том числе и есть PSV, все о чем мы с вами говорим, любая покупка предполагает увеличение пассивного дохода, что очень и очень важно для нас. Ну, давайте еще раз по порядку. Увеличение трафика. Еще раз пройдем цели компании. Значит, компания предлагает несколько видов рекламных услуг и чем больше рекламную мы с вами покупаем, чем больше рекламы покупают наши клиенты, если таковы у кого-то есть, тем больше трафик мы создаем, а значит будем зарабатывать все больше и больше денег. По поводу кредитов, ценность кредита еще раз напомню вам, что кредиты позволяют нам размещать рекламу. Мы с вами зарабатывали основные и бонусные кредиты, сейчас будут только основные, и поэтому ценность кредита будет расти с каждым днем, а это значит, что будет расти рейтинг становится престижным или заманчивым иметь кредиты, поэтому те, у кого больше кредитов, наверное, смогут их даже продавать, тем, у кого кредитов мало. И я вам скажу, что периодически поступают предложения, люди спрашивают, Игорь, у тебя там кредиты есть, или кто может кредиты продать, у меня кредиты закончились. Конечно, это касается таких людей, кто активно использует кредиты. Если спрос на кредиты будет расти, в этом и заключается ценность и кредита, и ценность нашей компании. В конечном итоге, до того, чтобы люди гонялись буквально за кредитами, чтобы они не сыпались бесконечно, бесконечно. Потому что все, что бесплатно, все, что получается в подарок, оно как бы и не ценится. Вот, к сожалению, так устроен наш мир и ничего с этим сделать не будет. Ну и, конечно же, конечно же, давайте посмотрим на следующий слайд. Следующий слайд говорит о том, что цель компании это повысить цены «Ценность репокупки». Это очень важная тема. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, я вам напомню, что ценность репокупки, то есть ее просто невозможно даже оценить, потому что если мы делаем репокупку, мы с вами получаем кредиты, айпоинты и участвуем во всех бонусах. Участвуем с вами в вакцинировании, вообще абсолютно во всем. С командой легко делать репокупки. То есть если вы строите команду, вы всегда сможете делать репокупку, а значит вы создаете себе своего рода пенсию. Может так нельзя называть этот доход, но если вы каждый день получаете деньги и живете, то, конечно, это что-то вот так получается что-то типа пенсии. Репокупка это фундамент пассивного дохода. Это вот то, о чем я так вот говорю. То есть если вы делаете репокупку, то есть вы можете сразу забрать деньги, но тогда это самое невыгодное, что только можно сделать с точки зрения математики и финансовых подсчетов. То есть мы хотим, чтобы наши деньги работали. И вот именно когда мы делаем репокупки, мы создаем фундамент долгосрочного пассивного дохода. И, конечно же, это долгосрочное долевое участие, потому что считается общее количество ваших персональных закупок. Это возможность получить больше, чем вы заплатили за рекламу. Когда мы с вами заплатили за рекламу, если бы была возможность просто забирать деньги, мы забрали бы с вами примерно 70-80% от того, что мы заплатили. Но когда мы делаем репокупку, мы с вами во времени зарабатываем больше. Почему? Потому что наши айпоинты выливаются не сразу, а выливаются общим количеством в конце. Ну и возможность получать доход ежедневно. То есть вот такие преимущества, ценности при покупке и, конечно, это очень важно. И поэтому компания говорит, что все эти меры, все, о чем мы с вами сегодня говорим, компания в общем-то делает все для того, чтобы мы строили структуру, чтобы мы приглашали других людей, чтобы люди покупали пакеты, рекламные пакеты, тогда, естественно, возрастают айпейменты, потому что растет глобальный товарооборот, и мы с вами все от этого профитировали. И в конце, когда мы говорим, что увеличить продажи, мы опять с вами возвращаемся к рекламе. Я напомню еще раз, что Эксос это рекламная компания, которая предполагает продажу рекламы. Поэтому основная цель компании это увеличение продаж рекламных услуг. Вот так вот мы прошлись с вами по самым важным моментам. И в заключении буквально 3-5 минут я хочу напомнить вам, что же такое эксос на сегодняшний день. Во-первых, это легальная компания, одна из самых легальнейших компаний в интернете. Можно сказать, что самая легальная, конечно, может так громко нельзя, но одна из самых-самых легальнейших компаний, это та компания, где вы просто не можете потерять деньги, если вы выполняете условия соглашений, все, что компания просит, никакие сложные задания, которые мы должны выполнять ежедневно. То есть, если мы хотим ежедневно зарабатывать, мы должны что-то делать. То есть, мы способствуем увеличению трафика и зарабатываем ежедневно. Но самое главное, что компания очень легальная и даже прошла проверку, поэтому мы всегда будем зарабатывать деньги, поэтому мы можем спать спокойно. О выгодах икредитах мы с вами очень много говорили и говорим на наших презентациях, что чем больше у вас айкредитов, вы можете экономить деньги, вы можете зарабатывать рекламу, значит вам реклама бесплатна, что невозможно получить ни с Google, ни с Google. Каждый раз, когда вы делаете перепокупку, вы получаете определенное количество айпоинтов, пунктов, а чем больше у вас айпоинтов, тем больше вы зарабатываете деньги, потому что растет ваше долевое участие. Маркетинг-план компании остается уникальным на сегодняшний день, ничего подобного в интернете практически нет, в нем маркетинг-плане, который предлагает компания, вы можете иметь бонус бесконечности, то есть все, что вы видите, практически все эти бонусы, почти все эти бонусы, это ежедневные выплаты, и чем больше ваша структура, чем больше ваши партнеры делают при покупке, тем больше вы зарабатываете. То есть один Infinity и Royalty бонус перекрывает все остальные бонусы, а многоуровневые бонусы, лидерские бонусы, президентские бонусы, Infinity и Royalty это все вы получаете ежедневно. Многоуровневые лидерские президенты, инфинит и Royalty бонусы. То есть все, что везде, где есть покупки, а и покупки есть каждый день, вы всегда зарабатываете бонусы. Ну и конечно очень важный момент это вывод денег. Как много компаний, когда вы участвуете, а забрать деньги не можете. И даже если вы заработали, неважно, 5 долларов, или 10 тысяч, или 100 тысяч долларов, 10-30 тысяч, полмиллиона долларов, а вы их не можете забрать, какая разница, сколько вы заработали. Напомню вам, что формула успеха в Эксес очень проста. Купи стартпит за 59,95, купи директорский пакет за 2000 долларов и начнут с этим. Именно не за 500 долларов или 50, именно за 2000 долларов, тогда вы сможете легко делать репаковку, тогда вы вашим личным примером показываете вашим потенциальным партнерам, насколько вы серьезно делаете этот бизнес. И главное, что у вас есть очень много рекламы, и вы можете эту рекламу применять и раскручивать любые сайты. Напомню вам еще раз, что Эксес это не инвестиционная компания, это реклама. Поэтому формула успеха она была таковой и остается вот такой очень простой. И в заключении, друзья, в заключении я хочу я хочу вам показать один пример. Один пример. Давайте посмотрим на китайских партнеров. Обратите внимание, это лайв презентация в прошлом или позапрошлом году. Вот столько партнеров, обратите внимание, как много партнеров. Я всегда задаю себе вопрос, ничем китайские партнеры отличаются от нас, от русских. Может быть, знаете, чем? Тем, что мы с вами слишком много думаем. Может быть, нам с вами нужно что-то такое, знаете, нам всегда мало, нам всегда чего-то не хватает. Кто это купит, но мне всегда чего-то не хватает. думая летом, летом, весны. Итак, получается, что вот они умудряются делать этот бизнес. Причем, умудряются делать настолько этот бизнес, что ну просто даже знаете, вы знаете, один архитект план, одни условия. Но почему вот у них есть миллионеры, а у нас нет. Среди русскоязычных еще нет ни одного миллионера или даже, наверное, полумиллионера, хотя, конечно, Семен занимает очень большую роль в компании, огромнейшая структура, но все равно до этих доходов нам всем и мне в том числе как-то далеко. А в компании есть молодые ребята, молодые китайские ребята, которые стали долларовыми миллионерами, то есть они положили в карман миллион долларов, на сегодняшний день еще больше, Давайте посмотрим на стейтмент одного из китайских партнеров, который выложил свои доходы в интернете. То есть это никакая не подкасовка, это никакая не компьютерная графика. Эти доходы это действительно человек показывал свой бэк-офис и мы видели на практике вот эти цифры. Обратите внимание, человек зарабатывает в день 10 тысяч долларов, 16, 22 тысячи долларов, с половиной. Обратите внимание на вывод денег, 20 тысяч долларов в день вывел человек, 150 тысяч долларов, потом еще 150 и 60. То есть за неделю человек вывел, партнер эксцц вывел 380 тысяч долларов за одну неделю. К чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что пока мы с вами думаем, пока мы раскачиваем или каждый из нас в отдельности, а сейчас новая конференция в Лас-Вегасе, уже следующая конференция, вот так как было на последней конференции, вот эти китайские партнеры дополнительно к своим 10-20 тысяч долларов в день, которые они зарабатывают, представьте себе какую-либо покупку они делают, сразу на 5 тысяч долларов, на 10 тысяч долларов и покупку, представьте сколько там айпоинтов. Конечно эти люди создают себе обеспеченность на всю оставшуюся жизнь, потому что пока выльются эти айпоинты, пройдет очень-очень много времени, они туда докидывают новые айпоинты. Так вот, дополнительно к этим деньгам они еще получили по Мерседесу, причем Мерседес С-класс, то есть не самый простой, ни С, ни Э-класс, мы получили очень хорошие Мерседесы, вот так Стив премьирует тех людей, которые серьезно работают в компании. И сейчас новая конференция в Лас-Вегасе, следующая конференция, опять будут люди, которые будут опять получать Мерседесы. И конечно мне бы хотелось, чтобы чтобы в нашей команде ну хотя бы несколько человек были, за которых можно было бы порадоваться еще больше, чем за наших китайских партнеров, за наших китайских товарищей. Поэтому, друзья, я желаю всем, чтобы мы прислушались и к сегодняшней встрече, чтобы мы еще раз переосмыслили для себя, что такое Эксес для каждого из нас. И может быть уже в самое ближайшее время, в этом году наверное нет, но может в следующем году мы увидим наших партнеров на сцене в Лас-Вегасе. Тех людей, которые легко могут передвигаться по миру, легко могут оказаться в Лас-Вегасе, а не считать копейки, могу я поехать или не могу, а сколько мне это стоит, ой-ой-ой, для меня тысячи долларов, это сумасшедшие деньги, поэтому я лучше по-другому думать, по-другому анализировать и еще раз посмотреть, еще раз посмотреть, что же я могу сделать в Эксес для себя, для своей команды.